И в очередной раз здравствуйте за этот день. Гамбит против Нигмы. Самый ожидаемый, как по мне, матч сегодняшнего дня. И интересно, в какую же сторону здесь развернется игра. Видели мы на прошлой карте, что Нигма все-таки сместили Мироклономид, отдали Вихе роль керри, РМН на саппорте вместе с Джейчем, и Куроки стал оффлейнером. Интересно, останутся ли на таких ролях они на эту игру, или же вернутся к более привычной остановке? Мне кажется, что все-таки нельзя отдавать Мироклу Дэдс Профит. Поставьте ее на пятерку и дайте Мироклу реально активного героя. И это будет рецепт победы. Посмотрим, думают ли так Нигма. Я почему-то вот не уверен. На первые два пика Гамбиты забирают себе Тусика и Энигму, и Нигмы отвечают ДП Эвспиритом. Пока непонятно, возможно это и Эвспирит мид. Кстати, что для Мирокл, я думаю, было бы неплохо. Либо же Мид Дэс Профит. Других ролей, в принципе, вряд ли может быть. Кстати, да, ДП может быть еще и тройкой. В принципе. Если этого захотят Нигма. А вот захотят или нет, мы с вами к концу пика и поймем. Но опять же, если они не наберут себе всего, чего нельзя. И в принципе невозможно будет догадаться, кто куда идет. А у Гамбит все более понятно. Скорее всего, это... Афтерлайф на Энигме. Как и против Вичи Гейминг первой. Там этот товарищ выдавал великолепные Блэкхоллы. По троим, по четверым. И в какой-то момент даже казалось, что могут эту игру себе забрать Гамбиты. Так, я опять тяни. И вот так я из него выхожу, да? Да. Прекрасно. Так вот. И думают над своим пятым баном Нигма. И кого бы им забанить. Так, посмотрим. Вот теперь это, кстати, да. Забанили Гамбит, понимая, что... В той игре. Миракл. Имеется в виду с LGD. Миракл на этом Войт Спирити показывал просто чудеса. Не зря он Миракл. Внимание. Так, а запись идет? Да, еще и запись идет. Все прекрасно. И это Винга. И начинают Нигмы брать Странных Героев. Возможно, конечно, это все стандартно. Это пятерка Винга, это четверка. Эр Спирит, мид ДП. Но мы понимаем, что это может быть и Керри Винга. И мид Земля. И пятерка ДП. Такая уж сейчас мета. И третий пик для Гамбит. Скорее всего, Саппорт или Оффлейнер. В зависимости от того, куда хотят послать Нигму. Возможно, ее и отдадут. Но образному Санейка. Либо же Иммершину. Ну, хотя и скорее Иммершин будет на тусике. И третий пик. Третий пик, третий пик. Скорее всего, какой-нибудь... Так, котел в бане. Леон, возможно. Либо же заберут Оракла. Хотя... Странно, кстати, что Оракла не захотели. Это Энигма. Под ДП. Как будто бы это показывает намерение поставить на пятерку ДП. Потому что брать без сейва довольно странно. Такого героя. А это... Нейчурс Профит для Гамбит. Скорее всего, пятерка. Четверка тусик. Тройка Энигма. Но это, опять же, вот... На этот момент. Посмотрим, как с этим пиком распорядятся дальше Гамбиты. Возможно, что-то они и... Решат изменить после четвертого пика Энигмы. А здесь, по идее, должен быть... Оффлейнер. 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 Либо же... Керри, если Деспрофит с... Тройка. А кто неплох? Нужно кем-то сбивать... Блэхол. Винга, в принципе, уже через БКБ есть. Блоттикер почему-то вспомнился. Хотя нет. Тусик засейвит. Профит улетит. Энигма. Не влетает, не подставится. Это Алхимик. Это Кор Алхимик. И получается, это Мид Деспрофит. Это активный пик Энигма. И нужно как-то... Мобилизировать свой пик Гамбитом. Хотя пятерка Нейчерс Профит и так довольно активный тусик. Да. Разве что Энигма. Хочет подфармить. Взять себе артефакты. Ну и нужно добрать... Какого-нибудь... Ну, скорее... Хотя тут и Керри, и Мидзер может появиться. У них в любом случае не Ласт Пик. И задумались над своим четвертым пиком Гамбита. Остается меньше 20 секунд. Сами Лиса возводят. Сами же их и пилят. Добирают к Мидзерс Профиту Тимбера. И получается это... Керри Профит. Либо это... Мид Тимбер. Пока не все так однозначно у Гамбитов. Ну, Керри Профит подходит под быстрый темп. Он соберет себе Оркид. Этим Оркидом будет убивать ИДП, Боя, которая без сейва, напомню. И вот не уж то ли... Ну, Винга нужна была, да. Все-таки сбивать в Блэкхол необходимо. Оставить четверка Оркла глупо. Он и с пятеркой все свои цели спокойно выполнит. Да и в принципе, если брать по саппортам, Винга Оркла, это было бы сомнительно. Но из-за этого они попадают в ситуацию, где... ДПСа ведь пока нечем. Да, был бы хотя бы ОД, Который и оффлейнер, и спрячет в Астрал своего мидера. Даже от Блэкхола. Не дают взять ОД для Энигмы. И последний пик, на который остается не так много времени у Гамбит. Что же это? Урса, возможно. Урса не в бане, кстати, да? Либо это мидер. Это ТБ. Получается, это мид-тимбер. Или мид-ненчес профит. Ну, скорее профит. Против ДП. Раз взяли, значит, ноу-уан уверен в своем мид-ненчес профите. А нам сомневаться. Тем более не нужно. Это герокоптер. Это суппорт герокоптер. Это керри герокоптер. Это оффлейн. Так, РМН же на суппорт, да. Получается, это оффлейн алхимик. Кроку пересел на оффлейнеры. Миракла вернули на легкую. А Виха опять сел на мид. Ну, ван, да. Это мид-тимбер. Керри ТБ, что, естественно. Автерлайф на оффлейн-тимбере. И Санейка на... Соппорта Нигмы вместе с иммершином на тусике. Мудрить не стали. Все, в принципе, просто и понятно. Без каких-то экспериментов. Но все-таки мид-тимбер это не так надежно, как мид-нечу с профит. Была мета, где мы регулярно видели этого героя. И на первую позицию, и на вторую. Поэтому... Сильно, я думаю, гамбит Нигму не удивили. Как, собственно, и Нигма Гамбит. Но здесь, я думаю, и не было цели удивить соперника. Такими пиками. Просто хотелось взять себе более приятный пик. Если сравнивать драфты... Сложно-сложно отделить все-таки драфты от исполнения. И мне кажется, здесь... Есть некое преимущество. У гамбит просто не хотелось бы... Еще одну игру... На час. Пожалуйста. Сразу левает герокоптер. Да, ну все. По пути подключается. Это по-мужски. Даже паузу не ставили. Просто на ходу доделаем. Это круто. Так, все. Камера тоже работает. Поставит. Поставит... Да. Поставит в Art Immersion. Пока он никак не палится Нигмой. Я думаю, и вряд ли спалится-то, по идее. Не то, чтобы он прям сильно читаемый. И на мид-линии... Да, начался профит. Уже взялся блайт-стоун. Собирается харасить. Здесь... Где находится... Виха? Нет. Это... Мид-Алт-Химик от Кура. И оффлайн-Виха. Что-то совсем сильно ударились в эксперимент Энигма. Да, это так. Мы помним играл Кура на керри какое-то время. Еще в Сикретах, если я не ошибаюсь. Помню Клинкса от Куроки. Ну, вот такие перестановки, конечно. Ну, видно, что команда пытается подстроиться. Ищут какие-то пути взаимодействия. Понимая, что что-то в прошлых играх было не так. 0-4 это конкретный знак, что пора что-то менять. И... И... Нигмы меняют. Виха становится оффлейнером. Чё, бы мышка работала. А Кура идет на мид-линию. И у нас мид-Урион против мид-Алхимика. Алхимик фармит спокойно здесь. И в оффлейне. Афтерлайф на тимбере. Качал все-таки тимбер-чейн. Стоит ракетка. Урона с ракетки с такого расстояния много. И не залетает. И вместе с ним иммершн. Уже взял токтим. Здесь... Более-менее равная линия должна быть. Эндигма. Я думаю, хочет уйти в лес. Да. Забирает крипов. Как-то... Отдает. Зачем отдает? Да, ну хотя бы донайт. Последнего Эйдолона. Но пока Энигме. Фарм особо не дает. Что у нас по крипам? У Алхимика. У Алхимика 6 на 1. 4 на 6. Он еще с Профита. Старается активней донайт. Понимая, что... Он-то не разгонится, как разгонится Алхимик. А если получит Алхимик свое... То это будет... Неприятная ситуация для Гамбит. Какой-то, может, сегодня пятый? Жестко-жестко. Так. 9 на 7 тем временем. Переданаевает Алхимика. Серьезно, по идее. На 8 крипов. Для Алхимика это еще неприятней. Помня про его пассивку. А как у нас дела на других линиях? Террор Блэйда. Форма в кулдауне. Ну, саппорт Энигма это не лучшее. Что может... Случиться с Террор Блэйдом. Но главное, что фарм у него есть. 9 крипов. Да, не лучший. Но я думаю, что... Здесь будет время за счет Тимбера. За счет Тенчерс Профита. Свое Дрим еще получит. Возможно, даже на линии придется чуть-чуть потерпеть. И Санейка, понимая, возможно, что нельзя оставлять одного. Дрима становится таким лейн-суппортом. Что для Энигмы вообще не характерно. Ну, все-таки видно, как он контролит. И да ловно, что... Все-таки Афтерлайфу играть. Там много... Комфортни на Энигме. Нежели Санейка. И получается... Два коллектива... Не совсем в стандартных ролях стоят. Посмотрим, кто же все-таки... Окажется здесь победителем. У Алхимика 13 на 3. Опережает его сильнее уже на Уван. Без особо, кстати, артефактов. Еще ДД оставляют. А вот с ДД, кстати, можно и Алхимика убить. Есть Сноубол и Тусика. Нет? Не хотят. Странно, кстати. А если... Да. Испруты есть. И почему-то... Не хотят агрессировать на Алхимика. Ну, все понимает прекрасно. Куроки. Подходит на... Маленький спот. Забирает там крипов. И не так уж все у него и плохо. Винга. Теряет много хп, но... Дальше... Гамбитли пойдут. Афтерлайф наглеет. Достанут 2 секунды, но теперь на чей не уходит. И спасается тем самым от неминуемой гибели. Пятая минута, что он с поруном. Здесь 2 достанутся. Нет? За Денайл и Энигма. Рож. Понимает, что важно не отдавать руну Алхимику. И пока всего одна руна для Энигмы. Ну, одна, скорее всего, и останется. Эта должна забирать с Гамбиты. И 2 в 1 получается. По рунам. Главное, что не отрывается Алхимик. Для Гамбит, конечно. Курок, я думаю, хотел бы оторваться. И проливает First Blood на Санейка здесь Виха. Нет, то катится здесь GH. А это как случилось? Почему не работают кнопки? А, потому что погиб тусик от Меркл, с прокаста. Был бы Blood Seeker в команде Гамбит. Я думаю, он был бы максимально разогнанным. С такими героями. С таким хитпоинтом. Хитпоинт. Я уже... К пятой игре уже хитпоинты пошли. Скоро истории пойдут. Да, уже все-таки... Все-таки уже по чуть-чуть, да, поплавляет. Как поплавок. Виха. Приближается к ультимейту. По-хорошему бы с этим ультимейтом сместиться... В миг к алхимику. Забрать Т1 на вышку. Чтобы... Уменьшить риск... Смерть своего алхимика. Да, все, это ГГшка, я понял. Нападение на Миракла. Но теряет много хп и иммершн. Иммершн погибает. Автерлайф дает ли Миракла. Ноу-Ван уже здесь. Но пока... Хронос руки явно... Не хватает Куриону. А вот в обратку... Он может и погибнуть, нет? Почему-то боятся. А, понимаешь, что здесь уже автерлайф. Все-таки вкатывается. Могут забрать Ноу-Вана. Ноу-Вана забирают. А вот по... Автерлайфу дэмэджа явно не хватит. Тимбер все это просто перерегенит. 4 в 1 для Энигмы. По графикам. Для них плюс 1000. Но это все благодаря товарищу на Кроке, который фармит линию. Который имеет топ-1 крипстат. И погибает еще и, кстати, Автерлайф. С прокастом Миракла. А вот это уже неприятно. Сбирает себе Falcon Blade Гаррокоптер. Для него тоже артефакт приятный, как и для Вивера. Неплохой артефакт для разгона. За руну. Забирает себе руну иммершин. Ага. Это не обычный видовой алхимик. Все-таки. А что творят... Энигма. Так, здесь у нас погибает Миракл. Должны его забрать, я думаю, да? Должны же, да. Забирать все-таки Миракла. 3 в 1. Ну, еще чуть не погиб иммершин. Я думаю, в будущем все-таки даже 3 в 1 иммершин будет погибать. И погибает еще и Death Profit. Хорошо. Это даже без лбэккола. Просто минус от Дрима. И с формы может еще и вышку подпушить. А нет ли катапульты? Нет. Катапульты нет. Ну, со своими иллюзиями, я думаю, хотя бы половину хитпоинтов вышка потеряет. Нет, там уже гирокоптер. И решает не пушить. Просто лучше пофармить лес. Да и слишком просто было бы с флэккэноном, с кулдауном. От этих иллюзий игроков, которые избавятся. Теперь я живой. Так, какие дела у нас у Ноу Вана? Ноу Ван собирается до Сайланс. До Сайланса, ну, не так далеко. И это нападение. Здесь уже нет Дрима, поэтому отдать Санэйка не так уж и страшно. Даже Малифаис не успевает скастовать. А в это время разменивают на Вингу. В лесу, кстати. Гоняют и Куроки. А Куроки бы убить, а Куроки могут убить. Да, допиливают. Прекрасно. А вот это прекрасная игра от Гамбит. Зашли в лес. Помешали фарму Алхимика. Забрали Алхимика. Получили с него 700 золота. И тем самым, я думаю, графики ближе к нулю они вернули. Все-таки это Виха Мидер. Который просто был в оффлейне. А это все-таки оффлейн Алхимик. Который просто стоял на медлении. Да. Странный, конечно. Плейстайл. Что-то не работает. Потому что это работает вот так. Странный плейстайл. Унигма. Погибает еще игроков. Тут неприятно, конечно. Нор это размен. Размен на ноу вана, да. Пока все более-менее ровно. На все фраги команды отвечают. Без ответа ничто не остается. Даже телефон зарядился. Делает ТП на свою Т1 у Винга. А Санейка уходить отсюда, я думаю, не должен. Да, у нее это еще и ТП. Просветили. И Виха. Зарабатывает себе небольшой стрик. У него 4-1-0. А здесь спиливают, спиливают. Допилят ли? Закрывает Джейча, да. И добивает его Афтерлайф. С формы АТБ будут забирать башню. И разменивать ее могут Нигма. Заканчивается ультимейт УДП. Какая классность эту Миракла. Просто во все стороны пули летят. Все фармит. Да ему всячески помогает команда. Скорее всего даже Аганим будет для него от Алхимика. А что там, кстати, по этому самому Аганиму? А вот Аганима появляется. Да. Да, в курьере есть все для него ингредиенты. И сейчас мы увидим, как резко Алхимик упадет на самое дно. Акмужен его отдаст. Так. Ищем глазами Миракла. Либо же Вихи. Вихи. Куда идет Куроке. Куда идет Курокай. Стягиваются на помощь. Помощь Мираклу не нужна. Он и сам расправляется с Санейка. И Куроке. Да. Отдают Аганим Мираклу. Тем самым пробущивая Гирокоптера до 10 тысяч. И вот теперь смотрится крайне солидно. Конечно, Алхимик падает на уровень с Эл Спиритом. Но с другой стороны, насколько же опережает Гирокоптер. И посмотрим, реализует ли это Нигма. Хотел знать Миракла. Я думаю, что должен. Это старый... Да, они просто заменили связку Висп Гирокоптер. Алхимиком Гирокоптером. Дав Аганим. Не через притяжку Виспа, а через Аганим от Алхимика. Интересно. Взрывается Кура. И пока угроза только... Сразу же спает Блэк Холл. Неудачный Блэк Холл от Санейка. Погибает здесь Тусик. Баночка заряженная. В Афтерлайфе. Но он уже под Т3. А, стоит Т1, напомню. Поэтому заходить несподручно. И появляется Молнии у Миракла. Вот с Молниями. Этот Аганим играет новыми красками. Во все стороны летят на эти тычки. Да, пока не так много урона с руки у Гирокоптера. Всего 150. Но мы понимаем, что у него и артефактов только Молнии. А когда они прокают... Пятером комбит бегут за. Вихы на Виху все-таки убивают. Свапают Энигму. Но она же без Блэк Холла. Ей погибнуть не страшно. Срезают здесь Ивенгу. Минус Куроки. Могут пойти Миракла. Миракла. Нужно фокусить. Здесь уже Дрим. Дрим. Да. Забирают. Хорошо. Минус 4 для Гамбит. В размен на Энигму без Блэк Холла. Что у нас по деньгам? 1800. По золоту и 3,5 по экспириенсу. Хорошо. Все прекрасно. Гамбит все устраивает. Все-таки необходим. Необходим. Был Кинг Барр. Еще Геррокоптеру. А пока спиливаю Джейча. Тусик сбивает ему. И сам нейтральный крип добивает. Нейтральный крип. Не страшно. Не страшно. Нужно только уйти еще Афтерлайфу отсюда. Руну. Нет. Нет. Все-таки. Решил не наглеть. Хотя я думаю мог бы. Занаглеть. И эту руну тоже украсть. Но. Тимбер не такой. Тимбер. Человек порядочный. Воровать он не намерен. И просто выживает. И посмотрим. Какие дела у нас у Террор Блейда. После. Драгон Лэнса. Он собрал Яшу. Собирает себе Скади. Оп. Сайланс. Ускоряется к уроке. Умирать он явно не хочет. Просветили. Создал иллюзию. Но есть уже ультимейт. Еще и баночка. И через леса. Через поля. Алхимик. Должен спасаться. Там. Прорубает. Имеет топорик. И собирает себе даггер. И вот. Сомнительно на самом деле. Стоило ли оно того. Ставить. Мит алхимика. И лишать себя. Тем самым мидера. Все-таки виха. Далеко не мидер. Жить он не может. И начнет он нескоро жить. И вся ставка на мир. Но они понимают. Что кто тащит. Они понимают. На кого вся надежда. И поэтому дают ему. Все. Просто. Все. Что все. Все возможности для этого. Но. Все-таки. Один в девять. Тащить. Сложно. Но можно. Выживает. Афтерлайф. И спиливать. Все-таки. Мирку. Да. Все-таки. Один вирсус девять. Играет. Не так уж и просто. Мирку. Здесь. И несмотря на Аганим. Свою игру. Укрепляют. Гамбит. В очередной раз. Забирают трех персонажей. Тим Нигма. В разбен. Опять же. Всего лишь. На Нигму. Который умирает не впервой. Который 0.64. Я думаю. Сэна Ильич готов умирать. Ради своей команды. В разбен. На троих. Так уж точно. Амулет. Нет. Философский камень. Амулет приятнее будет на. Рарблэйде. А тем временем. Еще и. Алхимика. Забирают. Еще и Дес Профит. Да. Не клеится совершенно. Игра у Нигмы. Видимо. Неудачно было решение. С таким. Ну. По сути. Бесполезным. Металхимиком. Взял себе у кого? У Афтерлайфа да? У Афтерлайфа. Ответная ракетка по Мираклуму. Будут подпушивать Т2 сверху. Гамбитер. Здесь уже Аэромэн. Здесь Джейдж. Вместе с Мираклом. Здесь уже и Дрим. Имеет Вильсимейт. И я думаю он должен нарезать. Должен же нарезать. Нет. Погибает уже Энигма. Погибает и Дрим. Какая неприятная драка. Для Гамбит. Пытается уйти иммершн. Уйдет ли Афтерлайф. Нет. Я думаю уходить не должен. Да. Вообще и баночка. И Афтерлайф отсюда никуда не уходит. И это просто 3 в 0. Возможно. Да. Возможно были проблемы здесь у Трэрблейда. Потому что. Он не сделал ничего за драку. Вообще ничего не сделал. Похоже реально были проблемы. Осталось понять с чем. Чтобы их решить. Я же не в тени оказался. Я еще и не в тени. Прекрасно. Сколько нас? Нас тем временем 5 человек. Здорово. Здорово. Классно. Сколько у Майнкоста там? 35. Ну ладно. Ну. Близко. 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 А кто? Интересно еще. Кто это снимается. Желательно из моей ниши. Так. Крутировка. Интересно. Кто тоже стримит. Мажор. Пауза снимается. Ну. Ничего не произойдет. Спойлер. Драка только закончилась. И к тому же. Еще одна пауза. Так. А мы пока смотрим. Кто еще комментирует. Но тут 50 никого нет. Оренбург. Оренбург. Да. По сути. Никого нет. Я слышу фраг. Но я просто проверяю. Кто еще. Мажор. Стримит-то. О. Реально никого. Меньше 5 человек. Угу. Не. Я допроверяю. Тут драка. Ну типа. Это просто продолжение. Того. Как стипится гамбитая. Что дошло до 6 человек. А скоро. И я должен быть. А вот он и я. Все отлично. Да. Походу больше никого. Меньше 50 человек. И нет. Ну и ладно. Меньше конкуренции. Все прекрасно. И понять бы. Почему. Произошло вот это. Будем надеяться. Что это просто был. Подлак какой-то. Дрима. Да. Видимо. Какие-то проблемы. У гамбит. Еще вдвоем. Втроем. Отличаются. А вот. Это уже неприятно. Не хотелось бы. Чтобы. Просто. Из-за проблем. С. Железом. Либо с игрой. Эту игру. Гамбит. Проигрывали. Потому что. У них было все. Чтобы ее закончить. А так. Они дают шанс. Нигме. Вроде. Перед подключаются. Все. Вроде бы. Возвращается. На места. Но. Уже. Конечно. Потеряли. Свой тем. Гамбиты. Графики. Еще. Дальше. Обновятся. Скорее. Еще. И шард. Больших. Честно. Зачем ему. Два больших. Эншента. Да. Ладно. Пока. Мы. Не видели. Вообще. Блэкхоллов. Хороших. От. Санейка. 1. 7. 5. Все. Так. Огромная. Разница. Если. Исполняет. Санейка. На. Энигме. И. Афтерлайф. Мы. Вспоминаем. Какие. Блэкхоллы. Были. Афтерлайфа. Под Т2. Башни. Вот. Втроих. Да. И. В принципе. Вся игра. С фичи. Могла быть. Выиграна. Чисто. За счет. Блэкхоллов. От. Афтерлайфа. Здесь. Же. Явно. Не хватает. Пока. В игру. Санейка. Не включился. И. Будем. Ждать. Покажет. Ли. Он. Такую. Достойную. Игру. Но. Даже. Видимо. Просто. Он идет. По другому билду. Собирает себе. Солар. Вряд ли. Алхимик убьет. Еще с гастом. Но. Вот. С. Гейчем. Нет. Все таки улетают. Видимо. Не хватало радиуса. Для свапа венги. И. И отпускают здесь. Санейка. Буду. Сесть. Что у нас. У. Террор Блейда. А у. Террор Блейда. У нас. Приближается. С. 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 После. Яши. После. Драгонлендса. Все. Вроде. Как. Хорошо. Вопрос. Только. В. Угу. Без. БКБ. Играет. Ирокоптер. Здесь. Минус. Паяц. Это не важно вообще. Это абсолютно не важно. Самое главное. Почему. Отказывается. От Блокинг Бара. Миракл. Но с другой стороны. Если подумать. Логически. От Блокола. Он не спасает. От Симбера. Да. Ну да. Только Симбер. Правильно. Получается. С. Яши. Сатаник. Чтобы. Меньше. Действовали. Все. Дизайблы. И. Посмотрим. Сможет ли. Заточить. Миракл. Ну по сути. Он играет в соло. Из своей команды. Алхимик. Это просто. Вот. Саппорт. Он не дает ничего. Саппорт. Это. Спойлер. Саппорты. А у Вихи. Пока. Не так много. Чтобы. Да. Неплохо. Какие тренды пошли. Полторы тысячи хитпоинтов. Да. Это. Которые. Шарда. Он еще с профита. Да. Это. Которые. Шарда. Еще раз погибает Джейдж. Опять же. Какой-то. Роли это не несет. И визит на скане здесь алхимика. Я еще и не в муте. Прекрасно. Что у нас? Миракла. 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 Приближается он конечно. К своему сатанику. Сатаник ему поможет сильно. А здесь. В очередной раз погибает Санейка. Стоит. Скорее всего вынуждено поменяли. Энигму. На тимбера. На оффлейн. Но мы видим насколько же плохо играется Нейка на Энигме. Это просто ужасно. Ну. С другой стороны. Не стоит. Как-то это внимание. Акцентировать. Потому что все-таки. Они уже. Перестраивались. Так сказать. Под алхимика. И нужно было делать хоть что-нибудь. Ну конечно 1.86 это вот плохое. Хоть что-нибудь. Из-за кустов. Немного не успел. No one. Ну. Доберет Ромена здесь. И БКВ топаут. Да. Неплохо. Только вот чуть-чуть на самом деле не успел. Так мог бы и быстрее с ним справиться. Фармить Миракл. До. Сатаник у него остается. 400 голды. И вот уже с Сатаником. Будет как-то убивать этого гирокоптера проблемно. Ну пока нет такого прям большого дэмэджа у. Дрима. Ультимейт от Профетки. Блэк Холл. Ну. Кто удивлял что Блэк Холл ни о чем. 1.9.6. Дрим. Дрим. Погибает и Дрим. Погибает еще и Иммершн. Я не узнаю гамбит. Это точно те гамбит которые играли с Витча. Это не те гамбит. Что вообще делает Дрим? Дрим ничего не делает. Санэйдж дохнет. Вот Афтерлайф реально с Ноу Ваном за всю команду потеют. Казалось бы счет вообще не важен, да? Но. Из 44 фрагов. Тяжел Блэйд участвовал в 7. Ну это то показатель. Успеет ли уйти Ноу Ван? Ноу Ван успевает уйти. А Миракл. Делает очередной фраг. Я не знаю в чем, так сказать, проблема. Ну я знаю. Не хватает очень сильной Нигмы. Не хватает Террорблейда. Им нужен нормальный саппорт и керри. Пока этого нет у гамбитов. Вряд ли игра будет как-то клеиться. И да. На ХГ заходит Миракл. Получает еще и Ба... Вся. Нигма поняли, как играть с Мираклом. Они все деньги вбрасывают в гирокоптера. Все, что у них имеются просто. И он в соло должен тащить. А он и сможет. Это же Миракл. Обидно только за гамбит. Возможно стоило... Но это очень плохая. Это очень плохая. Может быть лучше Блеймершину отдать. Или он не лучше играет. И видно, что Террорблейд не то чтобы прям... Фирменный у Дрима. А стоило ли брать тогда Террорблейда? Здесь погибает ноу-1. Под Т3. Как будто бы 0-4 до этого шли гамбиты. Крайне невнятная игра. На этой карте. Просто дарит тысячу голды. Две с половиной опыта. А на что он надеялся? Что не будет ТП. Под свой Т3 при живом Т2. Без Вижена во вражеском лесу. Ну тут кроме этого Варда. И заходит без Неча с Профита на ХГ. Я вообще не понимаю, что в этой игре делают гамбит. Отвратительная игра от гамбит. Они могут намного лучше. Это просто ужасно. Теряют сторону. По графикам. Ну по графикам в ноль как бы. Уже в плюс для Нигмы. И вот. После этого файта. Все проблемы усугубились. Ну я не знаю как себя покажут. Во второй игре этой серии гамбит. Но пока мне совершенно не нравится, что они показывают. Это не те гамбит, которые были утром. Это не те. Те гамбит. Делали фраги каждую минуту. Видно, что это не их пик. Я не понимаю зачем. Зачем была Брэд Террор Блейда. Если вы с ним не так хорошо играете. Ну и Нигма. Ладно, типа. Забей. Просто вот. Подохнет. Да подохнет. Не подохнет. Может повезет там Блэкхол. Раз в игру даст. Ладно. 1.9.6. Бывает. 4.5 выиграем. Плевать. Соберет там он. Солар. Кинет на Террор Блейда. Нормально. Разберемся. Но и Террор Блейд то тоже. Мда. Графики уже 2000. В сторону Нигмы. Мы видим. Твин Пикс. Все по факту. Смотрел Доту. А увидел Твин Пикс. Сценарий. Из разряда Твин Пикс. Стоят. Под своим вардом. Гамбиты. Могут поймать Герокоптера. Они его ловят. Но у него есть Сатаник. И не так отхиливается конечно же под урной. Но. Хватает. Выживает. Не попилил Афтер Лайф. Идет на Реза и здесь Дрим. Забирают Дес Профит. Забирают Вингу. Кстати Миракл. Остается один. Перестреливает все таки его Дрим. Хватает дэмэджа. Еще имелся и ультимейт. И это 3 в 2. Но забирают. Двух основных героев. У команды врага Гамбиты. Снова левает Дрим. Видимо проблемы. И не завершились. Уже 45 на запись. А сколько это? Просто интересно. 40 минут. 2 часа пускай. 3 часа. 4. Ну да. 6 часов получается. Для вас. Комментирую. Вместе со второй игрой. Уже почитал. Потому что куда же я денусь от второй игры. Гамбит против Enigma. Скорее всего никуда. Я больше на твое месте брал. Ладно. Не флеймим. Санейка. 1.9.9. Может игра в него и пойдет. Заберет Рошана. А Егис для Дрима. Нет. Сноу-1. Собирает Егис. Интересно. Видимо не боятся что Дрим умрет. И собирает себе шард. GH. Давай еще. Вижу так. Да. Ну ультимейт. Да. Ультимейт. Ультимейт. Аганимом так и не поменяли. Самое главное. Какие еще артефакты будут у Герокоптера. Вот. Как говорится игра была равна. Играли Enigma с Gambit. Что от Enigma странные решения. Что от Gambit. И вот у кого они кажется менее странными. Те и победят. Тот коллектив и победит. Угу. Выкрутился. Пока будем честны у обоих коллективов. Странные решения. Шива появляется у Тимбера. Дополнительная выживаемость. Плюс тот же обзор неплохой. Во время файта. Что с Дес Профит. Тоже имеется Шива. Ну Дес Профит такой. Джентльменский набор. Хоть она и дама. Получается у нее дамский наборчик. Необходимый Дес Профит. И сплит пуша. Да. Сплит пушат Gambit. Эйдалонами. Пеньками. Кто чем может. Расталкивают линии Enigma. А заберут ли? Это остается всего 218 хитпоинтов. Я думаю. С на следующего захода. С следующих пеньков. Либо следующих. Эйдалонов. Должен эту вышку добирать Gambit. И по лесам, по полям. Едет, едет. Профит к нам. Имеет уже Влад Торн. Демоджа у него хватает. И отправляет мощных пеньков. На пуш Т3. Ну, здесь уже уроки. И, понимая это, просто не отводит. Не доводит до Т3 Тавара своих пеньков. Но ван. А Gambit в смоках. Хотят найти. Находят Виху. Санейко, пожалуйста, не совсем. Господи. Что с тобой не так? Как же отвратительно Санейко играет. Просто ужас. На Enigma это... Я включу студиоаналитики. Как они про это расскажут. Я такой Enigma говеный не видел 300 лет. Это отвратительно. Это очень плохо. Это шокирующе плохо. Просто. Отхиливается Miracle. Но нет, все-таки. Перебивает его Dream. Да, все-таки 4 в 5. Gambit могут... Еще и погибается. Господи. 1 в 11. Так. С другой стороны. Он игру координирует. Он думает про... Общий тимплей. Ему не до микро. Все. Ультимейт есть у Куроки. Я думаю, здесь должны его забирать. Да. Здесь. Видимо, Gambit имеет все шансы выиграть. Хотя вот если так подумать... А кто играет за Enigma? За Enigma играет явно Enigma. Ну, Enigma, Enigma. Я думаю, понимаете почему. Ну, в принципе... Да нет, польза есть и от Куроки, конечно. Но, по сути, за Enigma играют 2 человека. Гирокоптер вместе с Enigma. И за Gambit. Ну, больше людей получается, да. Все-таки Dream... Хороший керри. Даже не на своем... Топовом персонаже. Такой вот Terrorblade. Просто отформился. Просто заработал слоты. И с ними уже... Просто нажимает правую кнопку мыши. Я думаю, больше от него в этой игре и не требуется. Господи, как же... Какая же плохая Enigma. Просто слохнет. На тебе ракетка. Ты ставишь блоккол и отменяешь его. Нет, я понимаю, что глупо. Глупо. Это, возможно, его первая игра на Enigma за долгое время. Ну, так собери билд другой. Некра какие-нибудь. Подфарми. Ладно, все. Нет, да не все. Я в следующий файт такой же блоккол и так же буду реагировать. Ну, как можно вот это как-то... Игнорировать. Будь в игре Enigma, я думаю. Гамбит в игру... Раньше бы выиграли. Не дотянув до 36-ой минуты. Но, к сожалению... Неполным коллективом в этой игре выступает Гамбит. Не вырастает мне туда Фурион. Спасибо, Афтерлайф. Нет. Не скидывает. А здесь уже и Санейка. Блэкхол, да, это... Ну, не промахнись Блэкхолом. Давай, 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 давай. Йес. Йес. В соло. В соло. Санейка убивает Мидера. Попрошу Мидера команды Enigma. Какие могут быть претензии? Ноль претензий. Претензии есть. Выйди отсюда просто. Попрошу Мидера команды Enigma. Ибать на Джейча. У Дрима другая цель, но... За неимением лучшего пойдет... И Джейч. Сказочная игра. Либо я уже поплавился, либо... Что происходит? Почему за Enigma играет один Гирокоптер? И почему Enigma играет за Enigma? Два вопроса просто. Всего два вопроса. О! Гордон для ТБ. Прекрасно. Должны забирать без двух героев вторую линию. Вряд ли будут им как-то мешать Enigma. Кулдаун. Ну вот. Плюс игрокоптера это то, что отпушит, ну крайне просто. РМН. Пам-пам-пам. Погибает РМН. И понимает, что в Соло Миракл здесь, к сожалению, вряд ли сможет вытащить. Вставляется Виха. Дрим просто расстреливает все. Все ракетки всех героев. Дрим играет в тир. И в тире у Дрима 5 мишеней. Ну, не считая построек. Сонейка на Блэкхолл 40 секунд. Ну и ладно. Главное набить барак. Да, все. Дрим. Справляет. Дрим. Бывает, делает тэп-аут. Улетает. Да. И несмотря на минус 3 для Миракла. Кстати, Рапира. Рапира может помочь. Рапира вместо... Ставка. Вот Сонейч. Кто писал про ГГ, вот только не ты. Пожалуйста. Я эту унигму еще во снах буду вспоминать. Эти Блэкхоллы просто шедевральные. А Рапира на Миракле вместо... А вместо чего? Вместо ПТ? Вместо молний. Вместо ПТ, наверное. Ну тогда как же его будет кайтить здесь? Скадзи от Дрима. Идут. Идут нападать. Нигма. Ну, трон они взять не успеют. В конце концов, глиф имеется у Радиант. Ну и сплит пушит. Нет, нет. А почему-то не сплит пушил. Идут в трон. Имеется глиф. Отпушил у всех хрипов. А байбеков-то нет, кстати. И главное не подставиться. Справляйтесь с этим тусик. Блэкхолл от Санейка. БКБ. Все. Ноль вопросов. Вот на самом деле, без шуток. Своё он сделал. Сейчас лестница еще и тимбер, да? И вынуждены отступать здесь. Нигма. И это гуд гейм. На самом деле, как бы я не орал с Санейча, вот этот Блэкхолл, который... А был ли, кстати, байбек от... Миракл, да? Он покупается. Вот этот Блэкхолл зарешал. Если бы... Если бы он и здесь Блэкхолл не дал, то просто бы спилили трон. Нигма в компании с Мираклом. А так, сквозь БКБ, без Винги, Блэкхолл сбить туда нечем. И не удается такая салость от Нигмы. Хотя, казалось бы, все шансы на это были. Но... Вот такой персонаж Энигма. Ты можешь дохнуть 12 раз. Ты можешь давать ужасный Блэкхолл всю игру. Но ты даешь один Блэкхолл, и ты спасаешь игру. Либо же ее выигрываешь. Добрый день. Welcome to Enigma. Нигма, welcome to Enigma. Заходят на Рошана. Ну, это уже на такой минуте не проблема. Опоздал. Явно опоздал сюда, чтобы не летел. А, это еще и Санэйч. А Санэйч не опаздывает. Санэйч задерживается. До Блэкхолла 40 секунд. А что у нас по Мираклу? Продал ПТ? Или отложил? Тысяча до Рапира. И где бы ему уже 700, кстати, голодой бы нафармить? На самом деле, Нигма это раненый лев. Ну, как мы знаем, раненый лев, это все еще лев. Который будет биться только с большей отчаянностью. И вот Гирокоптер с Рапирой. Это как раз тот персонаж. Понимает, да, что все-таки оккупировали этот лес Гамбит. И им нельзя до файта дать купить Рапиру. Мираклу. И они нападают, да. Напади сейчас, это будет идеально. Пока еще без Рапира Гирокоптер. Просто убить всех. Выходит. Дримп. Нападают на РМНа. РМН. РМН погибает. Блэкхолл. Забить нечем. Попадает Гирокоптер. Минус Гирокоптер. Минус Алхимик. Да. И рефрешер был еще. У Энигмы. И это гуд гейм. Все-таки эту игру, несмотря на все проблемы. Несмотря на... Камбэки, казалось бы. Тебе забирают Гамбит. Не скажу, что хорошая игра. Не скажу, что уверенная. Просто в плохой форме находится Энигма. И сделали ставку на Гирокоптера. Который должен нас тащить в соло. Но один в девяти. Не то, чтобы просто играется. И первая игра отправляется за Гамбит. А застрой мы с вами понаблюдаем через буквально пару минут. Ой.